В эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре за минувшие сутки, расскажу я, Виктория Герус. И сейчас факты, комментарии расследования и наиболее резонансные происшествия. Коротко о главном сегодня. Крупная авария в Темрюке. Подробности дорожной трагедии, которая унесла 4 жизни. Краснодарский стрелок. Кто этот таинственный и неизвестный на скандальном видео? За несколько часов два угона автомобилей. Почему в третий раз прокатиться с ветерком не вышло? Полицейские выясняют обстоятельства аварии, а медики борются за жизнь пострадавших. Такой итог дорожной трагедии в Темрюке. В районе поселка Ильич в 5.30 утра столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Погибли 4 человека. «Мерседес» следовала из Крыма в Анапу. Кроме водителя, в нем было 32 человека, в том числе и дети. Неожиданно перед автобусом на встречную полосу вылетел ВАЗ. Избежать столкновения не удалось. Легковой автомобиль буквально смяло от удара. Автобус также сменил траекторию движения и врезался в припаркованные на обочине грузовики. Погибли 32-летний водитель и два пассажира легковушки, а также 47-летний пассажир автобуса. По данным ГИБДД с травмами различной степени тяжести госпитализированы 8 человек. Пятерым потребовалась медицинская помощь. Детей среди пострадавших нет. Как только стало известно о случившемся, на место аварии выехали 4 бригады скорой помощи и 3 реанимобиля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился помочь пострадавшим. Пассажирам аварийного рейса временно предложили разместиться в Темрюкском районе. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле прокуратуры края. Полицейские Краснодара задержали мотоциклиста, который, по их мнению, в ночь на 24 июля устроил стрельбу на одной из улиц города. Напомню, это видео опубликовал в соцсетях второй участник конфликта на дороге. Водитель легкового авто обратился с заявлением к правоохранителям. Он утверждает, что повздорил с неизвестным на перекрестке, но безобидная словесная перепалка неожиданно для него переросла в стрельбу. Мотоциклист ненадолго уехал, а вернулся с ружьем. Под подозрением оказался ранее судимый житель улицы Заполярной. 27-летний краснодарец доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что на него зарегистрировано гладкоствольное ружье 20-го калибра и травматический пистолет. Молодой человек отрицает факт своего участия в данном конфликте, поясняя, что якобы в тот момент находился в компании друзей. Вместе с тем его опознали как заявитель, так и свидетель происшествия. Оружие у молодого человека изъяли. В Казахстане возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В ближайшие два года краснодарский стрелок может провести в тюрьме. Хозяин резиновой квартиры осужден на год тюрьмы. 46-летний краснодарец зарегистрировал на своей жилплощади на улице Артиллерийской 23 человека. Заранее зная, что столько граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдовы вместе с ним под одной крышей точно не поместятся. История о гостеприимстве кубанца всплыла наружу. Так он стал фигурантом уголовного дела о фиктивной постановке на учет. Служители Фемиды полностью согласились с доказательствами стороны обвинения. Так что теперь стены родной квартиры придется поменять на казенный дом. Житель Мостовского района на 11 лет и 6 месяцев отправится в колонию строгого режима. Такое наказание ему определил суд. 36-летний Ставрополец приехал на Кубань, отсидев за кражи и решил заработать на жизнь наркотиками. Приобрел их через интернет, а потом расфасовывал и прятал в тайниках. Арендованную квартиру превратил в притон. Задержали гости края с полечным, когда он делал закладки. При нем были 34 полиэтиленовых свертка, в которых находились 13 граммов смертельного зелья. На следственном эксперименте наркодилер показал, куда приходили за товаром его клиенты. С легкостью продемонстрировал, как расфасовывал запрещенные вещества. В суде его вина была доказана полностью. Приговор вступил в законную силу. Испуганный женский крик, потасовка двух мужчин и трусливый побег неизвестного попали на видео. Злоумышленник пытался вскрыть автомобиль. Полицейские Абинского района с ним уже познакомились. Им оказался 18-летний местный парень. По версии следствия, за несколько часов он угнал две отечественные легковушки. Из салона одной из них украл музыкальную аппаратуру. В обоих случаях машины были без сигнализации, а ключи и документы лежали внутри. Окрыленный двумя удачными угонами, парень никак не мог остановиться. Предпринял еще одну попытку прокатиться с ветерком. Но в этот раз нарвался на хозяин автомобиля. Он выбежал из дома и попытался помешать злоумышленнику. Между ними завязалась драка. Молодой человек скрылся с места происшествия, разбив перед этим лобовое стекло автомобиля потерпевшего. В отделе полиции молодой человек оказался более сговорчив. Он во всем сознался. Машину угонял, чтобы покататься. Потеряв интерес к легковушкам, бросал их на улицу. Автомагнитолу и сабвуферу украл для продажи. Припрятал их в кустах, но забрать не успел, так как опередили полицейские. От души покуражившись, парень теперь надолго может забыть об автомобилях. Ему грозит до пяти лет заключения. И снова о дорожных происшествиях. В Тихорецком районе столкновение на встречной. Автоинспекторы пришли к выводу, что спровоцировал его 40-летний водитель «Лады». Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и помешал движению ваза, водитель которого с травмами госпитализирован в больницу. В Ейском районе в ДТП пострадал 28-летний пешеход. Предварительно его сбила автоледи, которая была за рулем «Тойоты». Молодой человек переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте перед автомобилем, который был совсем близко. С места аварии пострадавшего увезли в больницу. Всего за сутки на Кубани зарегистрировано 16 ДТП. В них один человек погиб и 16 травмированы. На Кубани проходит акция «Автотрезвость». Ее проводят дорожные полицейские и общественники. Вместе пытаются достучаться до людей, которые садятся за руль, выпив алкоголь. С начала года в крае за нетрезвую езду наказали рублем почти 5000 возителей. Более 6000 протоколов автоинспекторы составили за отказ от медицинского освидетельствования. И это при 30-тысячном штрафе с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А молодежные активисты Кубани в разгар летнего сезона встречают всех, кто держит путь к морю. Вот с такими плакатами в руках. Ребята проводят флешмобы со светоотражателями. Призывают водителей к осторожности. Обращают внимание на аварийно-опасные участки дорог. Автомобилисты на такое добровольное дежурство у дорог реагируют с улыбкой. Проезжая мимо сигналят, а некоторые присоединяются к волонтерам. Это была последняя информация нашего выпуска. Соблюдайте закон, это поможет вам избежать многих проблем. Мы следим за происходящими в нашем городе и крае событиями, чтобы рассказать вам о них первыми. На этом я прощаюсь. Встретимся в 18.50. Продолжение следует...